И начнем с долгожданных новостей. Норильск станет пилотным городом, в котором будет реализована стратегия развития арктической зоны и программы реновации. Об этом стало известно на арктическом форуме в Санкт-Петербурге. Хорошей новостью поделился глава Норильска Ренат Ахмечин. До этого программу реновации жилищного фонда Норильска до 1935 года власти представляли на апрельском форуме Арктика. Тогда она встретила одобрение первых лиц страны. Затем в октябре на видеоконференции в Дудинке с Минвостокразвития. И в ноябре уже в Москве в самом ведомстве. В итоге программа реновации прошла согласование практически на всех уровнях. Теперь дело за Минстроем. Делали такую программу, которая была одобрена и краевым правительством, и городообразующим предприятием Норильск-Никкер. И сейчас она у нас в Министерстве Дальнего Востока и Арктики, которое будет направлять ее в Министерство строительства. То есть это по большому счету для меня это последний этап, после которого уже будет, я так думаю, я так надеюсь, что будет подписано вот это соглашение. И если в следующем году все это соглашение будет подписано, то на 2021 год эти деньги уже будут заложены в бюджете. Это будет, скажем, совместное капиталовложение в город, в край. Уверенность мэра в обновлении Норильского жилфонда подкрепила выступление на арктическом форуме в Петербурге замминистра Минвостокразвития. Сейчас, по словам Рината Ахмедчина, Министерство развития Дальнего Востока и Арктики создало рабочую группу, которая будет решать насущные вопросы. Наша тема выстрелила. И вот сейчас было выступление замминистра Александра Викторовича Дальнего Востока и Арктики. О том, что мы включены в программу, это там три программы буквально на всю Россию, первоначальные, да, и мы в нее включены, и она пойдет. Работа над проектом программы «Реновация», о которой говорит норильский глава и которую поддержали федералы, началась еще в конце 2017 года. Окончательная версия появилась в этом августе. На ее разработку власти города не потратили ни копейки. А вот в дальнейшем на финансирование строительства жилья в Норильске должны потратиться и краевой, и федеральный бюджеты. Рассчитывают власти и на средства частных инвесторов, заинтересованных в развитии города. При этом мэрии подчеркивают, что вопрос строительства жилья в Норильске не может быть способом получения прибыли. Проект социальный, продажа квартир не предусмотрена. В домах будут проживать семьи из аварийных домов, молодые специалисты, привлеченные в бюджетные организации в Норникель. Власти также отмечают, что Норильск готов приступить к строительству двух жилых домов на 50 лет октября, как только получат положительное заключение госэкспертизы на проекты. Уже в 2020 году планируется определить подрядчика, который займется строительно-монтажными работами. Кроме того, в новом году за счет местной казны начнут обследовать еще три ростверка на Лурятов и Павлова. Город решено застраивать домами до 10 этажей и малоэтажными до 4 этажей. Десятиэтажки планируют возводить в виде железобетонной бескаркасной конструкции с частичным заполнением стен газобетоном. Малоэтажки будут собирать из легко возводимых металлоконструкций. При этом строительство трехэтажного дома на ростверке за один квадратный метр обойдется в 69 тысяч рублей. Девятиэтажки с нуля почти в 149 тысяч. На ростверке в два раза дешевле. Ну а реконструкция домов выйдет самой дорогой — 168 тысяч рублей за квадрат. По ценам это выше даже, чем в самом дорогом городе мира — Москве. Там сейчас средняя рыночная стоимость одного квадратного метра — 105 тысяч рублей. Ну а если сравнивать с другими северными городами, то у них, судя по статистике Минстроя, строят значительно дешевле, чем у нас. В той же Якутии квадрат жилья обойдется в 75 с половиной тысяч. На Чукотке и в Магадане — в 64 тысячи. В Мурманске — 60 с половиной. В то время как в Норильске девятиэтажка с нуля выйдет в два раза дороже. Оксана Серова. Новости северного города. Далее о перспективах градообразующего предприятия. О них президент Норникеля Владимир Потанин рассказал в эфире одного из федеральных каналов. Речь шла о десятилетней стратегии развития ГМК. В ближайшие 10 лет компания планирует в два с половиной раза увеличить объем производства руды и вложить около двух с половиной триллионов рублей в инвестпроекты. Рассказал Владимир Потанин и о том, как с помощью роботизации производства собираются снижать травматизм. Мы тратим на мероприятие по безопасности в среднем 150 тысяч рублей на одного работника. Ну, то есть это серьезные инвестиции. Тем не менее, полностью преодолеть эту проблему не удается. Хотя в отрасли существует так называемый агрегированный показатель, который говорит о степени безопасности, скажем так, о чистоте случаев с потерей трудоспособности. Так вот у нас он за последние годы снизился в три раза. То есть результаты работы есть. Тем не менее, полное решение вопроса безопасности возможно, наверное, только через организацию безлюдного производства. Опять же, мы над этим работаем. Вот в частности, например, удалось сделать совместно с рядом научных учреждений дрон, который летает под землей. Владимир Потанин также подчеркнул, что кроме травматизма предстоит снизить и количество вредных выбросов на 95%. И напомнил, каких ресурсов это потребует. Более 250 миллиардов рублей в ближайшие пять лет. А в Норильске к 2023 году мы на 45% снижаем выбросы и на 90% в 2025. Вы упомянули о цифре 95%. Мы действительно будем к ней стремиться за пределами 2025 года. Но нам предстоит еще отработать технологии. Мы исходим из того, что мы используем все наилучшие доступные технологии. И пока они позволяют улавливать порядка 90%. То есть в 10 раз нам снизить выбросы. Но мы работаем над тем, чтобы в дальнейшем уловить и те газы, и те выбросы, которые не так просто улавливаются. И надеемся, что мы до 95% дойдем по мере того, как будет технология развиваться. Еще одним вкладом компании в экологию и драйвером роста может стать наращивание рынка машин будущего – электромобилей. Для создания которых используется никель. Владимир Потанин не исключил, что Норникель в перспективе может заняться производством батарей для электромобилей. Для всех любителей истории и краеведения подарком станет 13 декабря. В этот день в публичную библиотеку всех приглашают полистать книгу Севера. Книга эта необычная. Ее страницы – это настоящие артефакты древности. Норильск станет итоговым пунктом огромного творческого марафона «Освоение Севера. Тысяча лет успеха», объединившего музеи, библиотеки, архивы более 20 регионов страны. Этот проект компании Норникель стартовал в начале 2017 года. В Норильск привезут больше 2500 экспонатов с разных северных территорий и покажут коллекцию местных. О некоторых любопытных экземплярах – наш следующий сюжет. Музей 23-й школы молодой. Ему еще и трех лет нет. Но экспонатов немало, особенно по части краеведения. Коллекция собиралась более 20 лет. На столе – только часть. В этих невзрачных, на первый взгляд, вещах – история освоения Севера, жизни промысловиков и рыбаков. Все это фонд музея передали путешественники и исследователи уже современного таймыра. Здесь находится фрагмент лодки. Лодка – ветка, потому что сделана одна она из цельного ствола лиственницы. Также есть на западном побережье таймыра точка на карте, которая носит название «Изба 18 века». И вот этот фрагмент лодки бота привезен оттуда. А еще грузило для сети, миксер для икры, штурвал от корабля с побережья Северного Ледовитого океана и многое другое. Все это музей передает на выставку «Книга Севера» в публичную библиотеку. Еще 12 экспонатов добавляет музей строительства и развития Норильской железной дороги. Знакомьтесь, это отец нынешней системы шлагбаумов – жезловый аппарат Трегера. Дежурная, значит, вновь с разреза, подходит, берет аппарат, снимает и таким движением вытаскивает жезл. Значит, жезл, прежде чем жезловым аппаратом работать, надо узнать, чтобы было в обоих аппаратах четное число. Если здесь 10, значит, там, грубо говоря, 16. Если нет одного, значит, жезловый аппарат не сработает, значит, перегон занят. А вот еще одна страница из «Книги Севера». Коллекция моделек автобусов. Более 100 экземпляров от раритетных образцов конца 30-х годов до современных. Их собирает Александр Харитонов. Норильчанин говорит, здесь есть настоящие жемчужины. Тут конверсия студии Бекера, например, она очень интересная. В Норильске их было всего несколько штук. Из знаменитых студий Бекера, грузовиков, делали автобусы в военное время. Не только в Норильске, но и по всей стране, особенно по северам. Потому что автобусов не хватало, а из этих машин были сильные. Из них делали вот эти вещи. Делали, кстати, не только на шасси студий Бекеров, но и других американских грузовиков. Александр еще никогда не показывал свою коллекцию широкой публики. Его дебют – выставка «Книга Севера». Те, кому удастся почитать этот необычный многотомник, узнают истории больше трех сотен уникальных артефактов. Откроется экспозиция 13 декабря в 17.30 в публичной библиотеке Норильска. Александр Молодцова, Александр Ворий, Артем Смирнов. Новости с северного города. Еще один проект Нурникеля – «Фоллоуап Саберия» – стал победителем Европейской премии качества в номинации «Проекты из России». Напомню, в преддверии Всемирной зимней универсиады этой весной в Красноярске Нурникель открыл жителям 53 стран разные стороны Сибири. Иностранные гости, авторы самых креативных постов в соцсетях из 19 стран, побывали в Норильске, Дудинке, Красноярске, Чите и Белокурихе. А общий медиа-охват проекта составил 370 миллионов человек из 169 стран мира. Проект также признан лучшим инновационным проектом года и лучшим проектом в области международных коммуникаций. А в музее Норильска открылась фотовыставка к юбилею Владимира Ивановича Долгих. 4 декабря ему исполнилось 95 лет. Главный инженер, а затем и директор Норильского комбината, он стал легендарным человеком, благодаря которому в 60-х годах прошлого века в районе будущего Толнаха началась добыча полезных ископаемых. На открытии выставки «Дело жизни моей» Норильск вспоминают все, что сделал для города и комбината Владимир Иванович Долгих. Выходец из многодетной семьи, участник Великой Отечественной войны, он был тяжело ранен при минометном обстреле в 43-м году под Орлом. Осенью 44-го он поступает в Иркутский горно-металлургический институт, где получает специальность инженера-металлурга. В 58-м Владимира Долгих назначают главным инженером Норильского комбината, а через 4 года его директором. Этот период вплоть до 2000-х и отражает фотовыставка. О ней сообщили и самому Владимиру Ивановичу, который сейчас живет в Москве. Конечно, это не может вызывать теплые чувства, потому что для меня Норильск – это самый родной город, самый родной комбинат. После Норильска мне приходилось встречаться с сотнями крупных комбинатов металлургического производства, в том числе Норильский коллектив и производство Норильского комбината было теплее. На этих снимках не только история дела Владимира Долгих, но и один из ключевых моментов в истории Норильского комбината. В 60-е годы производство металла в городе выросло в 10 раз. Это произошло благодаря освоению Таунахского месторождения. Был построен рудник «Маяк». Через реку Норилку проложили мост, строили газопроводы, Усть-Хантайскую ГЭС, линии электропередачи. Построили Таунах, Снежногорск, Тухарт и другие поселки. Норильчанин всегда отличался тойкостью, трудолюбием и ответственность за решение всех задач. Мне хотелось, чтобы молодые люди, которые приезжают в Норильск на работу, чтобы они стремились почерпнуть именно вот эти черты Норильчанина. Увидеть собрание фотоснимков Норильчане смогут до 9 декабря. Владимир Иванович достиг почтенного возраста 95 лет, но по-прежнему ведет активную общественную жизнь. Редакция «Северного города» присоединяется к поздравлениям юбиляра. Василий Саматюшкина, Геннадий Зверев. Новости Северного города. Далее о весьма деликатной денежной теме. Средний размер взятки в крае составляет 180 тысяч рублей. Это на 100 тысяч меньше, чем в прошлом году, сообщили в Краевом управлении внутренних дел. За 9 месяцев этого года в регионе раскрыто 480 коррупционных преступлений. Зафиксировано 69 фактов взяточничества. Каждый четвертый в особо крупном и крупном размере. Выявлено 112 коррупционеров, 201 уголовное дело направили в суд. Особое внимание, по словам главного полицейского края Александра Речисского, силовики уделяют выявлению тех, кто ставит личные интересы превыше государственных. А норильские полицейские рассказали о двух наркопреступлениях, фигурантами которых стали женщины. Одна из них, 28-летняя жительница республики Марии Эл, на кладбище нашего города оставила после себя 10 закладок синтетическими наркотиками. Всего больше полукилограмма. Подозреваемого задержали в Южно-Сахалинске. Возбуждено уголовное дело. Задержанный грозит до 20 лет лишения свободы. Норильчане, несмотря на наступившую полярную ночь, всю неделю купались в свете. Так ярко встретить это время на севере горожанам предложило Агентство развития Норильска, организовав первый фестиваль света. Своими впечатлениями жители Норильска делятся в соцсетях. Ну, а уже завтра пройдут финальные мероприятия фестиваля. Экскурсия по выставке в молодежном центре, просмотр в родине шорт-листа участников мультимедиа конкурса, а на официальном закрытии в 6 вечера в молодежном центре выступление диджея. Афиша фестиваля с таймингом на сайте РН. А первый региональный фестиваль «Движение улиц» уже прошел в Норильске. Уличные виды спорта и танцев тоже могут быть зрелищными. Хип-хоп, паркур, футбольный фристайл. Участниками фестиваля стали почти 300 человек из Норильской и Дудинки. Хип-хоп, брейк-данс, паркур, футбольный и баскетбольный фристайл. Но все это вместе и есть «Движение улиц». Сегодня рассказывают организаторы, эти направления настолько популярны у норильской молодежи, что это и побудило их сделать такой большой проект, который и вылился в первый региональный фестиваль уличных культур. Норильск-Дудинка – гости из Красноярска. Почти 300 человек заявились себя показать и на других посмотреть. «Решили, да, соединить именно спорт с танцем. Сейчас танцы – это, в принципе, тот же спорт стал, тем более в уличной культуре. И на самом деле это очень интересно. Они сейчас очень близки стали и очень активно развиваются экстремальные виды спорта. И мы решили создать для них более серьезные соревнования». И такому вряд ли научат на обычных тренировках. Основоположником футбольного фристайла считается голландец Суфиан Тузани. Он еще в 2003 году записал на видео первые трюки с мячом. Спустя 16 лет движение стало настолько популярным, что им увлекаются во всем мире. А перед нашими спортсменами свои финты крутит двукратный чемпион России по футбольному фристайлу Борис Емельянов. И ведь есть чему поучиться северянам у этого спортсмена. Когда 9 месяцев зимы, говорит еще один гость фестиваля, заниматься, например, паркуром непросто. Ведь эта уличная дисциплина представляет скоростное перемещение и использование прыжковой техники в городских условиях. Но этим и славные норильчане, отмечают спортсмен, что несмотря на естественные погодные условия, они готовы дать фору многим российским паркуристам, которые наоборот избалованы в плане профессиональных тренировок. По опыту приезда до этого я могу сказать, что здесь есть ребята, которые хотят заниматься, которые могут, которые уже могут что-то показать, которые уже могут даже вести за собой других. Ну а в эти выходные погрузиться в атмосферу уличного движения смогут все желающие на Большом Гава-концерте в Вардхоле. Михаил Чернов, Вячеслав Матвеев. Новости северного города. Наш город принял еще одного журналиста с громким именем. Светлана Гофбауэр-Голицына. Тележурналист с полувековым стажем работы на центральных каналах. Диктор, режиссер, главный редактор, автор программ. За 50 лет она сменила множество экранных профессий. Именно телевидение познакомило ее с норильском. И вот наш колледж искусств стал площадкой для творческой встречи Светланы с норильчанами. Название у этого вечера говорящие. Искусство благодарить. В резюме Светланы Гофбауэр-Голицыны самые популярные программы советского и раннего российского телевидения. «Я женщина», очевидная и невероятная кинопанорама, «Живи земля». Именно с работой над последней началось знакомство Светланы с Норильском. Еще те времена, когда мы людей на улице спрашивали, что такое экология, люди не знали. И тогда я впервые, как руководитель этой программы, увидела город Норильск в дыму, как неблагополучное место земли. Изумилась и поняла, что думаю, что-то там надо для этого сделать. И, в общем, я понимала, что только через экологию сознания можно, через какую-то гигиену мышления начинать эту работу. Удивительно. И таким словом Светлана характеризует Норильск сегодняшний. Те же минус 50 на табло «Гвардейской-2», те же необыкновенные люди. Но город преображается. Светлана Гофбауэр-Голицына уверена, что Норильск ждет хорошее будущее. Для этого нужно только время. И новости спорта. В это воскресенье, 8 декабря, мини-футбольный клуб «Норильский Никель» сыграет первый матч четвертьфинала Кубка России против команды КПРФ. Игра стартует в 17 часов во дворце спорта «Арктика». Ответная встреча пройдет 27 декабря, но уже на площадке коммунистов. Противостояние «Норильского Никеля» с москвичами обещает быть интересным. КПРФ – участник Лиги чемпионов, один из лидеров мини-футбола в Европе. Большой спортивный подарок получили и манчегорские болельщики. Этот город на днях был мини-футбольной столицей. Там состоялся 15-й турнир на Кубу клуба «Норильский Никель». Игры совпали с открытием нового манежа, построенного при поддержке Кольской ГМК. Как прошел турнир, смотрите в репортаже наших коллег из мурманской телекомпании ТВ-21. 1-0 в пользу гостей. Вот так был открыт счет в одном из матчей с участием мини-футбольного клуба «Манчегорск», основу которого составляют работники Кольской ГМК и команды «Норильский Никель», за которую играют члены молодежной сборной России и даже чемпион и обладатель Кубка Бразилии – Родригиньо. Вот он. Под номером 77 технично отбирает мяч у футболиста из манчегорской команды и отдает голевой пас. Площадка хорошая. Я рад, что дети теперь смогут заниматься в хороших условиях. Если раньше они тренировались в залах школы или на улице, то теперь есть полноценная площадка, где они смогут играть в мини-футбол. Это будет способствовать популяризации, развитию этого вида спорта в вашем городе. И, в общем, получится отразиться на здоровье молодого поколения. Парад, церемония, открытие новой спортивной арены возглавили те, для кого и строился этот манеж. Появился он благодаря «Норникелю». Компания взяла на себя практически все расходы по его возведению. А это без малого 30 миллионов рублей. Вкладываясь в подобные сооружения, понимают, что это позволит в условиях Крайнего Севера нашим с вами детям заниматься любимым видом спорта в круглогодичном, вне зависимости от сезона, в периоде. Позволяет вовлечь, не побоюсь сказать, буквально сотни наших детей в занятия физическим спортом, совершенствовать свое мастерство и убрать наших с вами детей с улиц. Огромное событие. Подарок сделан Норильским никелем Ассоциацией мини-футбола России. Вот этот форт для любителей мини-футбола в городе Манчегорске, это, конечно, шикарно. Своими футбольными финтами Родригинью и его титулованные одноклубники делились с манчегорской детворой на мастер-классе. Никаких лекций, только скорость, ловкость ног и желание стать лучшим. Главная особенность новой арены – это напольное покрытие. Современное, отвечающее всем требованиям, в том числе и безопасности. Его фрагмент у меня в руках, и здесь можно посмотреть на его многослойность. Это подарок давних партнеров Норникеля Ассоциации мини-футбола России. Покрытие просто шикарнейшее. И мяч скользит, как положено, и сцепление очень качественное, что предотвращает возможность получения травмы. Ну и, соответственно, удовольствие от такой игры, но на порядок выше, нежели традиционных деревянных паркеток. За полярный Никель, Манчегорск в парадном ряду и гости из Киркинесса. Приглашать зарубежных соседей – одна из традиций мини-футбольного кубка. Это очень здорово для северного футбола. Здорово, что можно играть в помещении, не думая о погоде. Нам этот манеж очень нравится. Это фантастический корт. Обладателем кубка мини-футбольного клуба «Норильский Никель» стала команда из Манчегорска. Никельчане – вторые, команда Заполярного – третья. Петр Широбоков, Павел Третьяков. Специально для Северного города. Специально для Северного города. Петр Широбоков, Петр Широбоков, Петр Широбоков, Петр Широбоков, Петр Широбоков.